приветствую коллеги ассалам алейку мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как использовать перенаправление потока ввода-вывода в линуксе если вы на месте если вы готовы проверка связи ми 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 напишите плюс в чат или в комментарии ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет сидиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдует обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь что вам понадобится для успешного выполнения сегодняшнего мастер-класса это статья из нашего блога ссылку на статью вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате поэтому переходите соответственно вам не нужно будет всматриваться в видео тормозить видео там перепечатывать все это дело вы можете банально воспользоваться control c control в и у вас как говорится все сто процентов получится ну и второй важный момент что вам понадобится это консоль в линуксе где вы будете выполнять вот эти все команды и тренироваться итак поехали что нам традиционно начнем с теории да давайте разберемся что такое потоки какие они нас бывают ну и как этим всем пользоваться и так коллеги все что происходит в вашем линуксе происходит с помощью потоков если вы печатаете что-то на клавиатуре то эти данные вводятся в ваш компьютер ваш линукс и эти данные попадают с помощью потока ввода и так все что вы печатаете компьютер это воспринимает через стандартный поток ввода дескриптор номер 0 да то есть эти потоки нумеруются и его соответственно номер нулевой дальше результат выполнения команды вы видите в консоли и это называется стандартный поток вывода ну вот например я пишу команду там ls минус l слэш холм слэш юзер я вижу результат выполнения команды и вот все это дело вывелось с помощью стандартного потока вывода дальше бывает такое что вы выполняете какую-то команду и возникает ошибка ну например там permission denied да вот я например пишу ls минус l дальше хочу посмотреть содержимое папки root нажимаю enter и я вижу ошибку какую ошибку permission denied ну или там файл не найден или еще какая-то ошибка может возникать так вот коллеги вот эти вот ошибки они выводятся через стандартный поток вывода ошибок номер этого потока 2 таким образом потоки у нас разделяются и это здорово благодаря этому вы можете обрабатывать информацию по-разному ну например вы можете на стандартный поток ввода передавать данные не с клавиатуры а с файла лучу здорово да на самом деле дальше результат выполнения команды вы можете сохранять файл это тоже классно да или результат выполнения какой-то команды вы можете перенаправлять на вот другой команды а потом другую вывод другой команды перенаправлять на вот третьей команды таким образом вы можете фильтровать ваш поток вы можете какие-то данные на ходу менять в этом потоке там с помощью сада например надо будет отдельно кстати мастер-класс сделать вот это здорово да то есть можно информацию обрабатывать прям на ходу ну и стандартный поток вывода ошибок позволяет ошибочки как говорится сохранить отдельно ну или увидеть отдельно таким образом получается что вы как системный инженер должны уметь работать со всеми этими потоками для того чтобы можно было работать с информацией и так как же у нас это дело все осуществляется значит для перенаправления данных из например файла в стандартный поток ввода мы используем символ стрелочка влево это там где на клавиатуре русская буква b если нам нужно перенаправить поток вывода то мы используем стрелочку вправо там где на клавиатуре русская буква ю если нам нужно перенаправить вывод стандартный поток вывода например одной команды на на вот другой команды на стандартный поток ввода другой команды, то для этого мы используем вертикальный слэш. Ну и это уже называется конвейером, ну или пайпом, или пайпом. То есть вот такая вот, собственно, коллеги, теория. Если вам с теорией понятно, что это такое, то напишите цифру 1 в чат или в комментарии. Ну а дальше мы будем этому всему тренироваться. Итак, поехали. Смотрим содержимое директории. Для этого пишем ls-l, указываем путь к моей директории. Это путь в слэш home, слэш юзер, к домашней папке пользователя, под которым я работаю. Ну и вот, пожалуйста, результат выполнения этой команды. Теперь я хочу перенаправить результат вывода этой команды в файл. Для этого я пишу саму команду, ставлю пробел, дальше символ перенаправления потока и пишу имя файла, куда это дело нужно все перенаправить. 123.txt. Нажимаю Enter. Ну и, пожалуйста, что я вижу? Что команда отработала штатно, никаких ошибок нет. Давайте теперь посмотрим ее содержимое файла. Кстати, если файла не было, то он будет создан. Итак, смотрим содержимое файла cat123.txt. Нажимаю Enter и, пожалуйста, все, что выводилось мне в консоль, теперь находится в файле. Здорово, да? То есть вы можете вот так вот сохранять файл, результаты вывода команды. Что важно, коллеги, то, что вот это вот, вот такое вот перенаправление потока, стандартного потока вывода в файл, каждый раз файл перезаписывает. С одной стороны это здорово, это классно, у вас может быть самая новая, самая, как говорится, свежая информация в файле. Но, но старая информация по сути утеревается, то есть перезаписывается. Возникает вопрос, а можно ли как-то дописывать в конец файла? Да, можно, давайте возьмем и допишем в конец файла. Итак, делаем ls-la slash home slash user пробел, а дальше ставим уже два знака перенаправления. Раз, два. И имя файла 123.txt. Так вот, вот этих вот два знака перенаправления осуществляет дозапись в существующий файл. Да, в существующий файл. Итак, нажимаем enter, теперь давайте посмотрим содержимое этого файла. cat123.txt. Нажимаем enter. Пожалуйста, коллеги, да, то есть вот у меня было, что у меня было в файле? У меня было в файле вот ls-l, да, а потом вот в конец файла дописалась вот эта ls-la. Ну что, здорово, да? Вот таким образом вы можете это дело все как бы перенаправлять и дописывать. Но нужно опять-таки помнить, что если вы там пишете какие-то скрипты, то вот такое вот дописывание файла, оно приводит к тому, что размер файла будет увеличиваться. Да, и нужно дальше думать про какую-то ротацию или о том, как этот файл в будущем правильно почистить. Движемся дальше. Значит, следующий. Да, так вот, если вы разобрались, если вы разобрались со стандартным потоком вывода, пожалуйста, напишите цифру 2 в чат. Это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну или в комментарии. Ну, а мы будем двигаться дальше. Будем двигаться дальше. А дальше мы посмотрим, что у нас тут посмотрим. Перенаправление стандартного потока вывода ошибок. Ну что, давайте теперь поработаем с ошибками. Значит, ошибки перенаправляются точно так же, как и стандартный поток вывода. Единственный важный момент, то, что нужно указывать номер потока, номер дескриптора. Соответственно, вы помните о том, что стандартный поток вывода ошибок имеет номер 2. Поэтому нам нужно брать и эту самую двойку указывать. Ну что, давайте тренироваться. Итак, поехали. Делаем ls-l пробел слэшрут. Что я вижу? Я вижу ошибку. Permission denied. Отказано в доступе. Вот возникает вопрос. Как теперь нам эти ошибки записать в файл? Как нам перенаправить стандартный поток вывода ошибок в файл? Для этого делаем ls-l пробел слэшрут, пробел. Дальше пишем номер потока вывода ошибок, номер 2. Дальше символ перенаправить, пробел, ну и имя файла. Error.txt. Error.txt. Итак, нажимаем Enter. Давайте посмотрим содержимое моего файла. Error.txt. Пожалуйста, да. Да. То, что было у меня ошибкой, теперь перенаправилось в файл. Ну и вот такое вот теперь содержимое этого самого файла. Дальше, что важно, коллеги, то, что вот этот символ перенаправления, он перезаписывает существующий файл. Поэтому, если вы хотите дописать в конец файла, то, соответственно, нужно ставить два символа перенаправления. Два символа перенаправления. Ну что, давайте попробуем воспользоваться и допишем два символа перенаправления. Итак, ls-lr, вот рекурсивно, да, будем смотреть папку etk, ну и результат ошибок, да, стандартный поток вывода ошибок, перенаправим в файл error.txt. Итак, увидели, да, что мы увидели? Мы увидели стандартный поток вывода, а вот ошибки у нас спрятались в файле. Давайте мы их посмотрим. Значит, для этого мы делаем cat, пробел, error, text, ну и вот, пожалуйста, это дело все вот вывелось в файл. Да, дописать, я хотел показать, дописать, но я поставил один символ перенаправления. Ну, давайте теперь мы поставим два символа перенаправления и допишем в конец файла. Итак, опачки, смотрим, clear, смотрим, cat, cat, это что ж такое, cat, error, text, error, text, пожалуйста, вот у нас permission denied дописался, ну и вот у нас результат ошибок чтения папки etk, да, то есть вот два символа перенаправления дописывает в конец файла. Ну и обязательно нужно указывать номер дескриптора, у нас это двоечка, двоечка. Так, ну что, движемся дальше. Возникает вопрос, а можно ли в один файл перенаправить и стандартный поток вывода, и стандартный поток вывода ошибок? Можно ли это все перенаправить в файл? Да, коллеги, можно. Для этого нужно использовать символ имперсанта. Ну что, давайте тренироваться, clear, так, очищаем экран. Итак, делаем ls-lr, например, вот как-то так, да, slash, etk, ну а дальше ставим символ имперсанта, and, это означает, что и поток, стандартный поток вывода, и стандартный поток вывода ошибок. Дальше мы перенаправляем в файл error.txt. Обратите внимание, то, что содержимое будет перезаписано. Итак, ввел, ну а теперь давайте смотреть содержимое этого файла error.txt. Так, значит, вот, пожалуйста, здесь мы видим все, все, да, и стандартный поток вывода, и ошибок тоже здесь. Вы скажете, что-то тут я ошибок не очень вижу. Да, коллеги, вот в этом, как бы, ну, поэтому нужно уметь работать с потоками ввода-вывода, потому что, когда у вас много информации в стандартном потоке вывода, то ошибок вы, их здесь особо не видно. Вот где они тут, а бог его знает, где они, да. Вот, поэтому нужно уметь разделять эти потоки. Ну, на самом деле, вы же помните, какая у нас там ошибка была, да, там была ошибка permission denied, да. Да, вот, поэтому мы возьмем и воспользуемся поиском, да, соответственно, соответственно, вот я напишу здесь слэш, вот, и напишу perm, да, и вот permit, так, permit, так, а что там было у нас за ошибка, я уже не помню, какие у нас там ошибки были. Значит, да, давайте еще раз я выведу на экран, это все диалог, стандартный поток вывода, да, значит, давайте я выведу стандартный поток вывода ошибок, да, давайте мы ошибки запишем в файл, а потом, да, вот такие вот ошибки были, permission denied, да, с большой буквы, поэтому я и не нашел, потому что я писал с маленькой permission, а нужно писать с большой permission, ну, а теперь давайте вот перенаправим оба потока. Итак, роемся в файле, где оба потока, вот, вот, да, здесь и стандартный поток вывода, стандартный поток вывода ошибок. Как найти, где наши ошибки? Permission у нас был с большой буквы, и так, ищем permission, и вот находим, вот, cannot open directory, permission denied, да, это ошибка, да, это ошибка. Так, где еще один permission denied? Вот еще одна ошибка, да, вот еще одна ошибка, вот еще одна ошибка, директорию ETK SSL прочитать не может, да, ну, и вот, пожалуйста, на этом наши ошибки заканчиваются. Таким образом, если вам нужно перенаправить и поток, стандартный поток вывода и стандартный поток вывода ошибок, то тогда вы используете символ имперсанта, ну, и знак перенаправления. Если нужно дописывать в конец файла, то два знака перенаправления. Так, ну, что здорово. Дальше вы скажете, а можно ли это дело все разложить по файлам, по файлам. Ну, например, стандартный поток вывода в один файл, стандартный поток вывода ошибок в другой файл. Да, коллеги, можно, давайте это дело тоже все и разложим. Итак, делаем ls минус, что у нас там было, lra в папке ETK. Ну, а дальше давайте так, перенаправляем в файл, который будет у меня называться ls.txt. Дальше ставлю пробел, пишу цифру 2, перенаправить в файл, который будет называться ls минус error.txt. Да, вот таким вот образом. Все сделал, теперь давайте смотреть эти файлы по отдельности. Итак, смотрим файл ls.txt. Соответственно, что я здесь вижу? Ну, какое-то там содержание вывода файла ls. Давайте здесь мы поищем слово permission нашей ошибки. Поищем. Итак, ввожу perm, нажимаю enter, что и вижу not found. Да, то есть, пожалуйста, здесь ошибок нет. Теперь давайте смотреть содержимое файла ls минус error. txt. Что я здесь вижу? Я здесь вижу только ошибки. Это здорово. Да, то есть, вот таким вот образом мы разделили отдельно ошибки, отдельно. Вот стандартный поток вывода. Да, и это на самом деле очень-очень классно. Вы знаете, я вспоминаю свою молодость, когда я еще учился на FreeBSD. И вот все это делать, и я компилировал OpenOffice. OpenOffice. Да, значит, там дело в том, что во FreeBSD в те времена все собиралось с исходных кодов. Да, то есть, бинарников почти не было. Надо было все собирать самому. Компилировать в смысле. Да, и вот запускаешь этот OpenOffice, ну и там какой-то текст пошел, 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 пошел. Где-то там какие-то ошибки, понятное дело, ты это дело не увидел. И хера, кому все остановилось. Что интересно, то, что OpenOffice компилировался 11 дней, коллеги. Да, вот так вот долго компилировался OpenOffice на компьютере Pentium 3. Вот, поэтому... И что интересно, то, что где-то там эти ошибки потерялись, ты запускаешь заново, и опять там что-то колбасится. Ну и это как бы был целый квест, скомпилировать OpenOffice. Вот, но благодаря вот такой вот технологии перенаправления потоков, вы можете все это дело отделить. То есть, в стандартный поток вывода можно в файл, проток вывода ошибок можно, например, оставить в консоль или тоже в файл. А можно, кстати, и продублировать и в файл, и туда, и сюда. Сейчас вам покажу как. Итак, кто разобрался со стандартным потоком вывода ошибок, пожалуйста, напишите цифру 3 в чат или в комментарии. Это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну, а мы с вами будем переходить дальше и, соответственно, будем тренироваться дальше. Так, ну что, едем дальше. Значит, что у нас дальше здесь? Перенаправить стандартный поток ввода. Вот мы работали с выводом, а теперь давайте поработаем с вводом. Итак, у нас есть команда cat, которая что-то там читает. Ну, вот если там запустить cat, то все, что вы пишете на клавиатуре, она вот, пожалуйста, выводит мне опять в консоль. То есть, cat читает данные с стандартного потока ввода, с клавиатуры. То есть, я пишу hello, 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 и, пожалуйста, мне это все выписывается в консоль. Таким образом, что получается? Что cat у нас читает стандартный поток ввода. Можно ли cat заставить, чтобы почитала стандартный поток ввода, но уже с файла? С файла можно ли это дело перенаправить? Да, по идее можно. Ну, для этого мы будем использовать символ перенаправления с файла. Итак, делаем cat. Дальше символ перенаправления потока с файла. Это стрелочка влево, там, где на клавиатуре русская буква B. Ну, а дальше пишем название моего файла. Error.txt. Итак, нажимаем Enter. Ну, и вот, пожалуйста, Error.txt у меня вывелся на экран. На экран, да? То есть, или давайте вот этот файл вычитаем. ls-error.txt. И вот, пожалуйста, тоже все это дело вычиталось. Таким образом, вы можете указывать, что, откуда должно вычитаться. Ну, что, здорово, да? То есть, вот такой вот стандартный поток ввода. Ну, что, кто понял стандартный поток ввода, как работает, как перенаправлять с файла данные, напишите цифру 4 в чат, в комментарии. Это означает, что вы супер-пупер молодцы. Итак, ну, а дальше мы усложняем задачу. Значит, одновременно перенаправляем стандартный ввод и стандартный вывод в файл. Можно ли это дело все каким-то образом поперенаправлять? Да, можно. Итак, для этого мы будем использовать команду sort. Sort, соответственно, пишем sort. Дальше перенаправляем в ввод с файла. Файл у меня будет ls минус чего там. ls, ls, просто у меня ls. Что у меня ls нету? А, у меня есть ls.txt. Итак, берем данные с файла ls.txt, ну и перенаправляем это в файл sorted.txt. Итак, нажал, сорт, по идее это дело все отсортировал. Давайте посмотрим ls sorted.txt. Так, что, 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 ничего нету. Что мы ничего не видим. Так, значит. Так, 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 так. Так, а что у нас вообще в нашем файле ls.txt? ls.txt. Ну вот что-то здесь вот такие вот какие-то штуки, трюки. Так, не очень подходит для сортировки. Итак, давайте возьмем для сортировки файл etk.passvd. Давайте мы его посмотрим содержимое. Slash etk.passvd. Соответственно, здесь сортировка, видите, как root, daemon, bin, sys. То есть вот, вот, вот. Чтобы у нас вначале не было пробелов. Потому что вот прошлый пример плохо подходит для сортировки. Ведут, что там одни пробелы. Итак, берем файл. Делаем такую вот конструкцию. Sort. Дальше вычитываем на стандартный поток ввода файл etk.passvd. Ну и результат этого всего дела перенаправляем в файл sorted.txt. Итак, нажимаем Enter. Система отработала. Ошибок никаких нет. Теперь вычитываем файл sorted.txt. Итак, что мы видим? Мы видим то, что содержимое этого файла отсортировалось по алфавиту. Авахи, бк, бин, колор, си, юбс, дэймон, fg, h, i, k, l, m, n, p, r, s, s, t, u, double. То есть, вот, пожалуйста, коллеги, содержимое файла по свд мы отсортировали по содержимому. То есть, еще раз, для сорта мы вычитали данные из файла, не с клавиатуры, а из файла etk.passvd. Результат перенаправили в файл sorted.txt. То есть, вот таким вот образом вы можете работать с потоками данные брать в одном месте, их обрабатывать, записывать в другое место. Ну, что, здорово на самом деле. Итак, движемся дальше. Следующий пример. Использование пайпов, ну, или труб конвейера. То есть, мы, по сути, будем перенаправлять результаты работы одной команды в навод работы, навод другой команды. Итак, поехали. Значит, смотрим содержимое файла etk.passvd. Значит, passvd. Вот, пожалуйста, наш вот такой вот файл. И я хочу вычитать первые пять строк. Первые пять строк. Да, вы видите, что здесь строк на самом деле дофига. Мне нужно первые пять строк. Root 1, daemon 2, bin 3, sys 4 и sync 5. То есть, мне нужно не весь большущий файл, а мне нужно именно вот эти вот первые пять строк. Для этого мы воспользуемся пайпом, ну, или конвейером. И, соответственно, перенаправим вывод одной команды на ввод другой команды. Поехали. Пишем cat. Пробел etk.passvd. Дальше ставим вертикальный слэш. Это символ перенаправления потока на ввод другой команды. Дальше делаем head. Head. Дальше минус n 5. И таким образом мы должны увидеть пять строк. Итак, нажал Enter. Ну и, пожалуйста, вот мои пять строк. Root 1, daemon 2, bin 3, sys 4, ну и sync 5. Согласны? Согласны, да? То есть, вот таким вот образом я это дело тоже обработал информацию. Ну, что, здорово, да? Значит, итак, коллеги, у кого получилось, как у меня, поработать с пайпом, с конвейером, пожалуйста, цифру 5 в чат или в комментарии. Это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну, а мы движемся дальше. Значит, дальше мы познакомимся с такой командой, с таким инструментом, который называется xargs. Что позволяет нам эта команда? Она позволяет нам поток вывода, да? То есть, взять какой-то поток вывода и его сделать аргументом другой команды. Другой команды. По xargs можно, наверное, сделать отдельный мастер-класс. Сейчас сильно углубляться в это не будем. Но, тем не менее, вот давайте такое мы сейчас попробуем сделать. Итак, значит, что мы делаем? Мы вычитываем содержимое с помощью команды eco-sorted.txt. Вот наше, значит, так, так, eco-sorted.txt. Вот. И мы его перенаправим в xargs. Для этого мы ставим вертикальный слэш, да? Значит, eco-sorted.txt. Вот у нас sorted.txt, да? Вот, вывелось, да? Соответственно, сорты тxt перенаправим на ввод команды xargs. Соответственно, она нам преобразует это в качестве аргумента для другой команды. Ну и тут поехали. Делаем минус n, 1. Ну, а дальше команда наша cp. cp. Скопируем минус v, верб, да? Файл 1, 2, 3, txt. В, в что вы скажете? А в что мы скопируем? А то, что нам подставить xargs. То есть, нам xargs должен что-то подставить. Вот. Ну, нажал. И что он нам подставил? Значит, он нам подставил sorted.txt. То есть, вот здесь вот, по сути, справа должен быть файл получатель, куда мы это дело все копируем. Но мы его отпускаем. Благодаря чего? Благодаря тому, что вот здесь вот спереди стоит у нас xargs, который нам преобразовал это все дело. Таким образом, мы воспользуемся, опять-таки, пайпом. Перенаправлением вывода, стандартного потока вывода одной команды на стандартный поток ввода другой команды в xargs. Ну, а xargs это преобразовал в качестве аргумента. Итак, цифра 5 в чат, если вы научились работать с пайпами, ну или в комментарии. Ну, а мы движемся дальше. Следующая весьма интересная команда называется t. Она позволяет одновременно, коллеги, она позволяет записывать стандартный ввод и записывать его в один из несколько выбранных файлов. То есть, мы будем и видеть на экран, и записывать в файл. Это очень здорово, такая вот команда. То есть, по сути, вот когда мы только что там перенаправляли поток вывода ошибок, да, мы куда их перенаправляли в файл, вот, а хочется же видеть их и в консоли. И в консоли, да, как это использовать. Вот нужно для этого использовать команду t. Итак, смотрим следующий пример. Выводим в консоль некую информацию, echo. Дальше пишем its. Садиком, да, садиком, да. Соответственно, что мы видим в консоль? Мы видим вот такое вот сообщение. А дальше мы ставим вертикальный слэш и перенаправляем куда? На поток ввода команды t. t, ну, а дальше название файла 123.txt. Итак, нажимаем Enter. Вот мы увидели сообщение в консоль, но и одновременно, коллеги, одновременно у нас это дело все записалось в файл 123.txt. То есть, команда t очень полезна, ввиду того, что она позволяет одновременно и писать в консоль и видеть результат выполнения на экране, да. Ну, или давайте еще один пример. Еще один пример. Вот мы с вами делали там ls-l. slash user slash home slash home slash home slash user. Вот, да, вот, вот, вот такое мы делали. А теперь вы можете поставить вертикальный слэш, написать t и название файла 123.txt, да. В результате мы и увидим сообщение на экране, вот оно, да, и увидим это все в файле 123.txt, вот оно, да, пожалуйста, да. То есть, мы дублируем, то есть, команда t, она дублирует то, что в консоль и дублирует файл. Очень полезная команда. Поэтому, кто разобрался с командой t, пожалуйста, пишите 6 цифровых в чат, в комментарии, вы супер, пупер, молодец. Ну, что, движемся дальше. А дальше у нас выводы. Ну, какие у нас выводы, коллеги? То, что умение работать с потоками ввода, вывода, стандартным потоком вывода ошибок, это очень важный навык для системного инженера. И он позволит вам легко обрабатывать любое количество различной информации, причем прямо на ходу. Ну, а если для вас был интересный сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, нравликом, вподобайкой, ну, или просто поставьте палец вверх. А если для вас интересна тема линукса, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, коллеги, мы вас приглашаем к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания вот в таком вот формате learning by doing. Соответственно, я делаю, у вас это 100% получается. Дальше на выходе у вас будут международные сертификаты. И что важно, мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому подавайте заявки, присоединяйтесь, ну и будем двигаться вперед. Ну, а на этом все. Ассалам алейкум, мирному вашему. Берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила в единстве. Поэтому, если у вас что-либо не получается, то пишите, звоните, заходите. Вот все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания.